Ну, чтобы не откладывать до следующего раза, я исполню песню, которая называется «Одиссея». Вообще-то, по сюжету это Ильяда, ну, поскольку человек начитанный вдрызг, вот, поэтому он тут, у него смещаются немножко информационные потоки, вот он назвал эту песню «Одиссея». Звучит она следующим образом. Гомер был у них, как наш Аспушкин, и тоже мало кто его читал. Ведь десять лет война шла из-за Ленки. Тут, как обычно, был неправ Парис. Он как увидел Ленкины коленки, так сразу с ей возьми и спарись. Парис пахал наследным прынцам втрое, а Ленка Менелаевой женой. Царь Менелаевой спартаковцев построил и на троянцев двинулся войной. Короче, наворотили такого, что до сих пор расхлебывают все. У их там был мужик один толковый, фамилии чудное, Одиссей. А был он верным корешем Ахилла, такой же нервный, ежели чё не так. Ух, с Ленкой их кинули нехило. Короче, оба были за Спартак. Ахилл всегда носил бронебахилы, а тут забыл, с утра, когда вскочил. Парис под люка с луком, бзынь Ахилла! Стрелой прям в пятку насмерть замочил. Для Одиссея, как серпом по нервам, Ахилла грохнуть среди бела дня. Достал по блату импортной фанеры И выстроил троянского коня. С десантниками сам тут и забрался. Сидят и смотрят в щёлку, не гу-гу. Из строя весь народ вокруг собрался И щупают коня на берегу. Один кричит, да это же подлёнка! Вдруг не возьмись от кеда, змей-пучок! Из моря выползает на полянку. Не булькнул даже этот дурачок. Народ-то был и шочем счастьем нея. Коня припёрли в город всёй толпой. Про чудо пели, хором, ахинею. Тут пой не пой, тупой есть тупой. Наутро Менилай ругался с Ленкой. Десант трофеи поровну делил. Зевс в облаках на балалайке тренькал. А Одиссей домой к себе рулил. И каждого такой ожидает. Кто из фанеры строит чё-нибудь, А кто про это только рассуждает, Хоть на прощание булькнуть не забудь. А где же те, кто просто брал без спросу, Или силком чего не делал сам? Здесь Гомер мудро ставит знак вопросу. Где-где? В гнезде! Что трое, что десант. Но вы, видать, маленько подустали. Конечно, Гомер — это вам не Маркс. А, кстати, об его нам капитале Мы потолкуем в следующий раз. Мы потолкуем в следующий раз. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ